Всех приветствую! Сборка 6466 и у нас собран системный блок в корпусе Cougar Air Force. Интересный корпус, два вентилятора на вдув 140 мм, один на 120 мм на выдув. Здесь ARGB подсветка, то есть есть собственный контроллер подсветки. И все вентиляторы индивидуально можно задавать по скорости вращения. Интересная особенность корпуса это быстросъемный пыльник. Вот таким образом можно этот пыльник сдвигать, чистить. Ну и второй интересной особенность это как выполнена боковая крышка. Крышка из закаленного стекла, держит один болтик всего лишь. И вот так вот аккуратненько на магнитиках это все снимается. Корпус формата ATX, можно спокойно поставить систему водяного охлаждения на верхнюю панель. Но у нас здесь стоит большая-большая башня Jonesbo HX6240, которая рассчитана под теплопакет в 230 ватт и на 6 тепловых трубках. Единственное, что вентилятор мы поставили тоже с RGB подсветкой фирмы Deepcool. Заменили черный вентилятор и смотрите какая интересная особенность. 6 тепловых трубок, здесь такая вот крышка на магнитиках. Ну а почему так взял? Потому что один из болтов, который держит, находится вот в этом левом отверстии. И чтобы можно было добраться, эта крышечка так аккуратненько снимается. 6 тепловых трубок это любой по сути процессор, что у Intel, что и AMD. И сюда можно ставить любой процент AMD. Есть определенная особенность AM5-го сокета. Во-первых, их не особо часто собирают. Почему? Потому что материнские платы совсем недавно стоили от 25 тысяч рублей. И безальтернативная поддержка DDR5-й памяти. А DDR5-ю память еще желательно было поставить максимально высокую по частоте, да еще и с хорошими таймингами. И выходило, что ценник такого системника выходил 120-130 тысяч, а вы получали 6 ядер, 12 потоков и все. Ну а сейчас, пожалуйста, появились платы за 14 тысяч на B650 чипсете от гигабайта. Система из памяти двух модулей по 16 гигабайт на 5600 МГц стоит 11400, да еще и на 36-х в таймингах G-Skill. И все это дело у нас сейчас завелось и прекрасно работает. На материнской плате 4 слота под оперативки. И находится такой один большой радиатор под видеокартой, под который можно поставить два SSD-накопителя в формате M.2 с NVMe интерфейсом. Основной накопитель у нас Samsung 980. Это один из самых-самых лучших решений в плане надежности Samsung и Samsung. Процессор у нас 6 ядер, 12 потоков и конкурирует с процессором Intel Core i5-12600K. Он по производительности находится между i5-12400 и i5-12600K. Процессоры, если первые 6 ядер, 12 потоков набирает, то есть и Cinebench примерно 12 тысяч попугаев. Наш процессор набирает 15 тысяч, ну а 12600K из-за того, что появилось 4 энергоэффективных ядра, 4 дополнительных ядра, он 10-ядерный, набирает 17 тысяч попугаев. То есть он где-то вот рядом. Причем ценник на процессор сегодня 2800, 12600K стоит 23,24. Но совсем недавно 7600X дешевле, чем 27-28 тысяч купить было невозможно, поэтому они и не ставились. А сейчас, пожалуйста, появилась такая определенная халявка. Ну единственное, что приходится использовать не самые простые решения в плане охлаждения. Эти процессоры греются довольно-таки сильно. Это для них является нормой. То есть троттлинг при 95 градусах здесь не наступает, как у Intel. Если Intel греется до 90 градусов и все, начинает уходить троттлинг, то здесь рабочая температура примерно до 105 градусов. Причем если он набирает 100 градусов, он пытается снизить повер-лимит вплоть до 30 ватт. И уж если 30 ватт, допустим, система охлаждения у вас отвалилась, и 30 ватт не может переварить кулер, то тогда компьютер отключится. Ну вот, все действие происходит с использованием вот этих повер-лимитов. По умолчанию 105-ваттный процессор. Все эти 105 ватт доступны при запуске какого-нибудь стресс-теста. И на такой большой башне в долгосроке это примерно потребление 95 ватт. Если мы поставим кулер на четырех тепловых трубках, и у нас процессор начнет греться до 97-100 градусов, то повер-лимит будет снижаться, и производитель будет падать. Поэтому для подобных процессор, 6 тепловых трубок, вот, казалось бы, 6 агер 12 потоков, а это минимум. Видеокарты GeForce RTX 3060 на 12 гигабайт полит. Ну и блок питания здесь на 750 ватт. От Чифтека с сертификатом 80 Plus бронза. Ну а тест у нас набрал 3D Mark ровно столько, сколько нужно. Очень мощный игровой системник, такой перспективный. И, пожалуйста, вот он Ryzen, 32 гига, и память DDR5 и до сотки.